Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня долгожданное укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Устроила я, значит, марафон моментов жизни и разборы на укулеле куда-то магическим образом пропали, поэтому сегодня я буду это исправлять. Научу тебе играть мелодию из титров моего любимого мультика про губку Боба. Фан-факт, у меня даже есть татуировка со Спанчбобом из мема, так что всё настолько серьёзно, всё настолько любимо. Ну а чтобы у тебя всё получилось, для начала бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Субтитры сделал DimaTorzok Разбор на укулеле Данная мелодия записана в виде табулатур. Если вы не знаете, что это такое и как это читать, то на канале есть отдельный ролик. Всю мелодию я поделила по частям для удобства навигации, а также по ходу я буду рассказывать, где можно упростить и где можно дополнить, в зависимости от того, какой у вас уровень игры. И первая часть, серое у нас вступление, звучит следующим образом. Здесь зажимается упрощённая форма аккорда Е. Да-да, того самого, которого мы постоянно боимся и меняем на Е7, когда мы исполняем какую-то песню. Здесь мы делаем следующее. Зажимаем указательным пальчиком первую струну на втором ладу. Далее средним обезымянным зажимаем вторую и третью струну на четвёртом ладу. Если я сыграю с четвёртой струной, то есть, соответственно, удар вниз, звучит немножечко как бы такой мээ. Поэтому есть два варианта, как вы будете играть. Или вы будете играть сразу с третьей струны, чтобы не задевать четвёртую струну. Или же вы можете сыграть по-гавайски, в наших средах это ещё называют балалашной техникой, когда мы берём большим пальчиком и приглушаем четвёртую струну. Теперь я могу полноценно играть, допустим, удар вниз с четвёртой струны, но она при этом у меня приглушена. Смотрите, кому как удобно. Что мы с вами делаем? Ставим эту форму. И в этой форме мы сначала играем третью струну, удар вниз по всему аккорду. Затем первая струна и удар вниз. Вот эта конструкция повторяется четыре раза подряд. То есть... Три... Четыре... Это у нас будет с вами звучать более простенько. Кто хочет звучать максимально приближённо к оригиналу, можно на вот эти вот отдельные струнки на третьей и первой добавить вибрато. Вибрато — это отдельный приём. Про приём я рассказывала в этом ролике, можете посмотреть на досуге. Чтобы его сыграть, мы играем, во-первых, струну и делаем небольшое покачивание этой струнки. И получается у нас такое звучание. Чё ты трясаешься? То есть было до этого топорно, в лоб, а сейчас... Чувствуете разницу? То же самое мы делаем на третьей струне и на первой. Удар. То есть такое прикольно расхлябанное покачивание. И с вибратою полностью эта часть будет звучать следующим образом. Я хочу вам сообщить о том, что теперь помимо моей подписной укулеле и аксессуара к ней, у меня вышла полноценная книга «Укулеле по шагам». На самом деле, это не просто книга, а целая энциклопедия. В ней собраны абсолютно все мои знания систематически от простого к сложному. Ну, на то это и укулель по шагам. Кто рассматривает укулельку в качестве аккомпанемента или инструментального инструмента, то эта книга специально для вас. Также в этой книге есть QR-коды, укулеле-трекеры, смешнявки, мемы, стикер-пак. Для любителей наклечек тоже я о вас позаботилась. Ну, а всю подробную информацию про свою коллекцию скрипышей я оставила в описании. Разбор на укулеле Следующую часть мы начинаем с вами вот в этот ход, ранее изученный, давлять мелодию. Мелодия начинается с того же самого аккорда. Далее на первой струне играем первый лад, второй, четвертый и второй. Если кому будет сложно сейчас вписывать аккорды в мелодию, вы можете аккорды выключить в этом такте и просто сыграть мелодию. Кто чувствует, что справитесь, вы сначала играете аккорд, потом играете отдельно мелодию первый лад, второй, четвертый, второй и вновь включаете аккорд. То есть аккорд, мелодия, аккорд. Давайте еще раз медленнее. Или... Выбирайте в зависимости у кого какой уровень. По правой руке как тут можно играть? Вы можете играть все через большой палец и аккорды, и мелодию. Можете играть удар указательным и мелодию, которая у нас будет играть все на первой струне чередованием пальчика. То есть сначала указательный, средний, указательный, средний. Можно играть удар, например, указательным и мелодию играть большим пальцем. В общем, посмотрите, техники разные, техники разного уровня. Опять же, ориентируйтесь на свое ощущение. Когда мы сыграли эту часть, вновь играем в то вступление. Давайте все вместе соберем, что должно получиться. И это у нас с вами повторяется тоже 4 раза подряд. Дальше идет вариация вступления, но немножко уже с другого аккорда, с аккорда Б. Мы его тоже здесь упростим. Мы возьмем, зажмем первые нижние две струны на втором ладу. И зажмем третью струну на третьем ладу. То есть у нас вот такая должна быть штучка получиться. Я, в принципе, вам рекомендую или брать вот такое баре, или вот такое баре. То есть одним пальчиком или две струны, или третью струну зажать. Посмотрите, как ему как удобно. По сути, мы также играем, но уже наоборот. То есть раньше мы начинали мелодию с третьей струны, потом переходили на первую. Здесь наоборот. Сначала с первой струны, потом на третью. То есть, смотрите, играю первую струну, аккорд, третья струна, аккорд. В принципе, кому сложно, что у вас не получается, звучит постоянно, выбивается четвертая струна, тогда поставьте полное баре, прям как бы 7 вот такой у нас получится с вами аккорд. Обратите внимание, я вот этот третий лад также играю через вибрато. Далее у нас с вами повторяется ход, когда мы играли аккорд Е и мелодию. Только теперь это у нас с вами будет играться два раза подряд. Далее у нас с вами идет вот эта часть. В принципе, если вы боитесь, что вам будет сложно играть все вот эти вот аккорды и прочее, прочее, можете их отдельно отработать, это раз. Второе, просто их выкинуть и тупо играть, что написано на первой струне. Но я сложности не боюсь, поэтому объясню вам также, как это играть. В принципе, первый аккорд у нас с вами играется Фа диез М7. Мы зажимаем с вами первую струну на седьмом ладу безымянным пальчиком. Далее пятый лад вторым пальцем на второй струне. Третью струну на шестом ладу средним пальцем. То есть у нас вот такой вот красивый аккорд. Что это такое? Далее у нас с вами идет мелодия. И посмотрите внимательно, какими пальцами я играю. На первой струне для начала играем шестой лад. Далее переходим указательным пальчиком на четвертый лад. И мизинчиком дотягиваемся до седьмого. Данная аппликатурка, когда мы играем за каждым ладом, свой пальчик очень удобно. Постарайтесь ее научиться играть. Потому что если вы будете играть вот так вот. Ну во-первых, это по звуку будет максимально отличаться. А во-вторых, ну неудобно. Неудобно это играть. Не обманывайте себя. В принципе мелодия. Она у нас с вами будет играться прям подряд. Главное уловить вот эту ритмику. Давайте чуть медленнее. То есть получается мы обыграем этот ход. Далее опять навешиваем аккорд. У кого более математический склад ума, могу сказать, что за первым разом мы этот ход играем пять раз подряд. А за вторым разом всего лишь три. Давайте в медленном темпе соберем, что у нас должно получиться. И чтобы это как-то так разнообразить, в принципе вы можете сыграть аккорд Фа-Ди-Эс-Эм. Конструкция от аккорда Ем только зажата на четвертом ладу. Указательный пальчик зажимает первую струну на четвертом ладу. Средний палец вторую струну на пятом ладу. Безымянный палец третью струну на шестом ладу. Тут мы можем сыграть просто вниз, вверх, вниз, вверх. Давайте соберем, что у нас должно получиться. Очень удобно сыграть вот этот вот аккорд. А можете вы, кстати, не играть, дело ваше. Когда вы сыграли эту мелодию, вы указательный пальчик не убираете и просто доставьте. Не нужно с самого начала все обратно ставить. Не надо. Упрощайте себе жизнь. Дальше у нас с вами идет ход. Для этого нам нужно зажать аккорд Е, он уже в другой позиции. Для этого мы ставим указательный палец на четвертый лад. В принципе, вы можете поставить полностью на четвертый лад. Можете поставить на нижние три струны. Имейте в виду, надо будет как-то или приглушать, или игнорировать четвертую струну. То есть это на вашей совести. Далее визинчиком ставим первую струну на седьмом ладу. В принципе, кому сложно, и кто в конфрактации с аккордом Е и аккорд с баррэ, можете это тоже игнорировать, просто играть мелодию. По сути, все то же самое. То есть мелодия сохраняется сама по себе. Которую мы играли с вами ранее. То есть теперь она просто плюс этот аккорд. Давайте в медленном темпе покажу, что я имею в виду. То есть идет аккорд. И опять обыгрываем эту мелодию. Опять аккорд. И завершить можно, оставив этот баррэ на четвертую ладу. Тоже сыграть вниз вверх, вниз вверх. Давайте еще раз чуть медленнее. Берем полностью эту часть в медленном темпе. Если что, мы уже с вами почти на финишной прямой, потому что у нас остаются всего лишь две строчки. Я вам рекомендую кое-как, хотя бы, если не получается, отрабатывать отдельно каждую часть. Да, у нас есть с вами ходы с мизинчиком. Какие-то па-па-па. Мизинчик может уставать. Это нормально, тем более, если вы постоянно его игнорируете. Дайте себе время, и у вас все начнет получаться. Дальше у нас с вами идет вот эта часть. Опять ставим аккорд Е. Решено так. Пам-пам. Далее зажимаем с вами девятый лад на первой струне. Одиннадцатый. Одиннадцатый лад это между десятым и двенадцатым. Обалдеть как, ну то есть между двумя точками. Играем девятый. Одиннадцатый, девятый. Одиннадцатый, девятый, седьмой. Давайте полностью соберем. Опять. Ну а теперь хоть немножко другой. Седьмой лад играем. Десятый три раза. Потом девятый лад, седьмой. Давайте соберем эту строчку. И последняя строчка у нас некая вариация того хода с мелодией. Это мы уже играли. И потом мы ставим аккорд Б. И также повторяем мелодию. То есть на первом ладу, на втором, на четвертом, втором. И единственное в конце сыграем еще шестой лад. Давайте чуть медленнее. Играем Е. Аккорд Б. Шестой лад. И завершаем аккордом Е. Но для красоты я бы еще добавила, когда вы сыграли этот аккорд, отдельно сыграла бы вторую струну и четвертую. И идеально это будет еще сыграть через вибраты. То есть получается... Можно сыграть отдельно. Можно сыграть... Попытаться как-то. Внутри Барре сделать вибраты. Посмотрите, поучитесь. Две вариации. Давайте последнюю строчку в медленном темпе. А теперь полностью мелодия от начала до конца в медленном темпе. Попытаться как-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...